Одним из главных положительных результатов проекта по модернизации образования стало увеличение заработной платы школьных учителей. Наряду с этим продолжается оснащение учебных заведений с современным оборудованием и методическими материалами. Обновляются пищеблоки и столовые. Причем речь идет не только о городских, но и о сельских учреждениях. В этом сегодня убедилась депутат областной думы Ирина Гусева. Она побывала в ряде школ в Средняхтубинского района. Рассказывает Людмила Кухарева. Эта печка теперь как достопримечательность. А всего несколько лет назад начальную школу в хуторе Госпитомник Средняхтубинского района подтапливали углем и дровами. Теперь здесь мощные современные тепловые насосы. Поэтому даже когда за окном минус 20, в помещении плюс 25. В классах, где занимаются сельские ребята, уютно, просторно и новые парты. В последнее время, отмечают педагоги, в материальном отношении стало лучше. Появились даже компьютеры. Вы видите, что у нас очень уютно, комфортно, новые доски. Самое главное то, что сейчас такие лютые морозы ставят у нас очень тепло. Потому что год назад нам поставили очень мощные тепловые насосы во всей школе. Ребята учатся в комфортных условиях. А вот в соседнем детском саду первое, на что обращают внимание депутата Ирины Гусевой, нет проблем с питанием. Раньше здесь ломали голову, чем накормить малышей. А сейчас в меню молочные продукты, мясо, рыба, фрукты. Здоровое и полноценное питание. Ну как, вы довольны? Как у вас дела тут? Нормально? Утром кашу кушали? Да. Вкусная кашу? Да. С макаронами. С макаронами. С макаронами. С молочными. Недавно здесь отремонтировали пищеблок и решили еще одну глобальную проблему. Обновили крышу. За 48 лет существования детского сада – это первый капитальный ремонт. Последние 10 лет мы ощутили огромные перемены в плане, что у нас были проведены за всю историю этого детского сада капитальный ремонт кровли нашей детского сада. Вот буквально прошлый год мы провели капитальный ремонт пищеблока, потому что у нас полы буквально проваливались. И когда к нам приезжали наши любимые гости Роспотребнадзор, конечно же, нам было сделано такие замечания. Мы их это все устранили. То, что изменения в лучшую сторону налицо и не только в Среднеохтубинском районе, признает и Ирина Гусева. Если 10-15 лет назад учреждения образования буквально выживали, то сегодня их поддержка на федеральном и областном уровнях весьма ощутима. Довольны педагоги и недавним повышением заработной платы. К слову, в этом году она также вырастет. В сентябре в Волгоградской области намечено увеличение жалований учителей на 6,5%. Людмила Кухарева, Андрей Истомин, телекомпания Ахтуба.